19 августа 1991 года в СССР начался августовский путь. Попытка захвата власти группы высших должностных лиц, сопровождавшиеся вводом войск в Москву и противостоянием у Белого дома. Августовские события предрешили дальнейшую судьбу страны. В декабре 1991-го Советский Союз перестал существовать. С вами в тех на 2 и мы вновь реконструируем события тех лет и расскажем о том, как это было на самом деле за 5 минут. Путч – это антиконституционный захват власти, государственный переворот. Именно такую характеристику от российских властей получили действия ГКЧП в августе 1991-го. Среди путчистов были высшие руководители СССР. Вице-президент Геннадий Янаев, председатель Совета министров Валентин Павлов, министр обороны Дмитрий Язов, глава МВД Борис Пуга, председатель КГБ Владимир Крючков и другие. Номинально лидером ГКЧП считался Янаев. Участники путча попытались отстранить от власти действующего президента СССР Михаила Горбачева и ввести в некоторых районах страны чрезвычайное положение. Режим ЧП предполагал приостановку деятельности политических партий и общественных движений, запрет на проведение митингов, шествий, демонстраций и забастовок, установление контроля над СМИ и другие меры. Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР, так называли себя советские лидеры, решившие отстранить от власти Горбачева. Заявленной целью ГКЧП было сохранение Советского Союза и приостановка проводившихся в стране реформ. В 1990-91 годах развернулось острое противостояние между Михаилом Горбачевым и руководителем Российской Республики РСФСР Борисом Ельцином. 17 марта 1991 года в Советском Союзе был проведен референдум о сохранении СССР. Итогом стал проект нового союзного договора, подписание которого должно было состояться 20 августа 1991 года. Руководство РСФСР, несмотря на многочисленные внутренние разногласия, исходило из того, что договор должен быть подписан. Участники ГКЧП полагали, что подписание договора фиксирует распад СССР и сохранять страну можно и нужно силовыми методами. Президент РСФСР оперативно издал указы. Создание ГКЧП было официально признано попыткой государственного переворота. Все силовые структуры и исполнительная власть переподчинялась Ельцину. Борис Ельцин объявляет временное советское правительство вне закона. Документ зачитывает, стоя на танке. Чтобы обсудить с Горбачевым ввод чрезвычайного положения в стране. Горбачев ответил отказом. После этого в резиденции была отключена вся связь. Горбачев был фактически заперт форсия. Дачу окружил Севастопольский полк погранвойск, а президентские самолеты и вертолет были блокированы в аэропорту по распоряжению начальника штаба войск ПВО СССР генерала Игоря Мальцева. После этого по телевидению было объявлено, что Горбачев болен, в связи с чем власть в стране временно переходит к вице-президенту СССР Янаеву. 21 августа Ельцин предложил лидерам ГКЧП сдаться. Они пошли на уступки и приказали всем войскам выйти из столицы. Часть путчистов улетела из Москвы в Крым для переговоров с Горбачевым, однако тот отказался общаться с ними. Вечером руководитель заговорщиков Янаев подписывает указ о распуске ГКЧП. На следующее утро путчистов арестовывают. В полдень у Белого дома проходит масштабный митинг победителей. Ельцин поздравляет людей и объявляет, что отныне сине-бело-красный триколор будет флагом России. 22 августа президент СССР Михаил Горбачев возвращается с семьей из Фороса. Сносят памятник Феликсу Держинскому. Путч провалился. Благодаря нерешительности заговорщиков крупных жертв удалось избежать. Широко известно о трех погибших. Когда среди сотен других москвичей пытались остановить колонну бронетехники, идущую по городу. Приводятся противоречивые версии гибели этих людей. От гибели подиосторожности и стрекочетивших пуль. От предупредительных выстрелов солдат до прямых попаданий и смерти под гусеницами БМП. Всем погибшим посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. С 22 по 29 августа 1991 года члены ГКЧП и некоторые их сторонники были арестованы. В феврале 1994 года подсудимые по делу ГКЧП были амнистированы решением Госдума. 8 декабря 1991 года в резиденции в Искуле Беловежская пуща Белоруссия главы РСФЦР Белорусской и Украинской СССР Борис Ельцин, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук подписали соглашение о создании Содружества Независимых Государств. 26 декабря 1991 года Совет Республик ВС СССР принял декларацию, согласно которой Советский Союз прекратил существование как государство и субъект международного права. А с вами был ВТЕХНО2, всего вам доброго, берегите себя. Увидимся, как обычно, в следующем выпуске на канале.